Друзья, здравствуйте! Сегодня 12 октября. Нашла время заснять красоту. Тут что-то как-то я никак не соберусь. Цветет много чего интересного. Для кого-то первый раз может увидеть. Ну и начнем, как обычно, справа налево. Тут у меня такая штука интересная. Мне понравилась из-за размеров. И цветок будет интересный. Я сейчас достану бирку. Вот такие вот у нее шикарные цветоносы. Огромные просто. Один и второй. Уже начали распределяться на бутоны. Но это монстр. В общем, это вот такой вот гибрид. Гигантея Мэри номер 2. Вот такая вот красота. Вот зацветет. И все ринхи, и же с ними разные гибриды. Я только сажу горшки. Можно видеть, сразу идут вот такие корни. Там уже корни вьются. Вот, если раскапывать. Чистая кора крупной фракции, где-то 12-18. Ну, когда зацветет, это видео обязательно будет. Цветет целлогена. Ну, она револьверного типа цветения, поэтому она цвести еще будет очень долго. Крупный, красивый цветок. Целлогена. Вот такая вот. Цветет после деления даже странно. Обычно растения долго не цветут. Но уже начинает доцветать. Цвет немножко она теряет. Расцветает более ярко. Это Сант-Андре. Гибрид на Тозе, на Довиану. Цветет Питерси. Котлея, наверное, я правильно помню. Да, Котлея Питерси. Гибрид. Кого же гибрид? Гибрид Лобиаты на Хартиян. Вот такая вот красотка с прожилками. Четыре цветка она дала. Она, кстати, очень гибрид хороший. Много цветков дает. За ней цветет Люминоза. Довиана на Тенеброза. Кто-то падать хочет. Красавица. Два цветка в этот раз, потому что я ее тоже поделила в прошлом году. Цветет Фабия. Но Фабия Мутант. Я ее когда делила, отдельно рассадила. Почему Мутант? Потому что вот эти вот лепесточки нижние у нее прокрашиваются, как губа. Из-за этого цветок более вытянутый. Но мне чем-то она симпатична. Вот она. Все цветочки у нее вот такие. Красивые с нарядной юбочкой. Сзади. Это не вирус. Это просто мутация цветка. Где-то я видела в Бразилии даже персеволианы. Тоже когда прокрашиваются, они прям их очень дороже продают, чем обычные. Если у них прокрашены нижние лепестки, как губа. Будет цвести у меня Тоддовский башмак. Тодд это ферма, которая гибридизирует башмаки. Известная. Вот такой 262. Я покупала его с рук. И покупала, что очень темный будет цветок. Цветут талумнии. Талумнии называют орхидеи куколки. Потому что похожи на танцующих куколок. Вот этот цвет лично мне прям очень нравится. Вот эта юбка красивая. Такая вот цветочка. Ну вот такой вот кустик. Она покупалась как орхидея микс талумния. И там то, что расцветет, то расцветет. И вот такая вот. А кто приходит, многим вот такая нравится. Вот с такой юбочкой. Вот такая вот красота интересная. Цветет дуриган кратер. Эти уже цветочки отцветают. Здесь он только распустился. Цветит котлея фабия. Обычная форма, не мутант. Это та, что я разделала. И получилась вот такая вот. Цветет здесь меделиссимо. Это людоманиана на мендели. Вот такая вот. У нее такая нежная губа интересная. Прокрашенная как красками акварелью. Ну, цветет, но в прошлом видео попадал анцидиум. И цветет дендрофаленопсис. Сколько я их привозила, но я не видела их цветущими. Ну, это потрясающий цветок. Просто невероятный. И он когда расцветает, он расцветает белым. Потом уходит в зеленый. А к концу цветения уже превращается в оранжевый цвет. Здесь уже видно, что какие-то части будут прокрашены. Один цветок и второй. Мне прям очень нравятся дендрофаленопсисы. Они очень долго цветут. До двух месяцев. И имеют крупные цветы. В принципе, очень легкие в уходе, в содержании. И чем старше становится, тем веснее цветение получается. На бутонах стоит Крузейра де Сол Котлея. Здесь цветет Дориган Джемини. Джемини относится к крупным Дориганам. Как Геркулес, так и Джемини. Это самые крупные Дориганы. Имеют и сам размер крупный, и цветы очень-очень крупные. И тут зацвела морковочка. Я ее покупала весной. Вот такая вот штука. С Таиланда гибрид. Ну, вроде должен все по сорту цвести. Это Катазет. Они не цветут. Когда растет рост, они выдают цветонос. Долго тянут. Причем я обнаружила случайно. Я купила много морковок разных. Но я не надеялась на их цветение скорое. Ну, вот так один порадовал. Из 20, по-моему. Ну, вот такой вот обзор по цветениям. Буду стараться чаще выкладывать. Кому было интересно. Всем хорошего настроения. Ну, пока не прощаюсь. Тут еще наверх можно поднять голову. Будет цвести с трех цветоносов. Плектоцерментус каудатус. Он у меня цвел на видео. Но с двух цветоносов. В этот раз с трех. Ну, вот такие вот приятные ожидалочки. Пока-пока. Вот так. И вот так.